Илья Бирман просил вам передать, что он наконец-то закончил самую большую часть своей книжки «Дизайн транспортных схем». Она называется «Детали». И она называется не просто так, потому что в ней большое внимание и с большой тщательностью рассмотрены различные детали. И фишка, как мы знаем, книжки Бирмана заключается в том, что она хоть и посвящена транспортным схемам, она полезна вообще всем граф-дизайнерам и информационным дизайнерам. То есть, например, в разделах обо всяких обозначениях каких-нибудь станций Бирман рассказывает всякие штуковины про детали инфографики, про то, как градиенты настроить. В главе символы он рассказывает, как выстроить набор иконок, сделать так, чтобы они друг с другом дружили. Что там у него еще есть? У него есть раздел про города, где он показывает всяческие чумовые дизайны для вдохновения, как рисовать всякие реки, парки. Естественно, понятно, что подобные вещи пригодятся не только, если вы занимаетесь какой-то навигацией. Ну и отдельная история – это глава «Безупречность». Собственно, в этой главе Бирмана вообще рассматривает уже детали энного порядка вложенности, когда элементы на схеме начинают, и детали на схеме начинают друг с другом взаимодействовать, и иногда они вступают в какие-то незапланированные отношения, и возникают какие-то новые случайные смыслы, которых быть не должно. Вот Бирман показывает разные примеры и рассказывает, как с этим работать. Поэтому я напоминаю, что это, конечно же, книга номер один для информационного дизайнера. Вот поэтому подписывайтесь, не пожалеете. Кстати, что? Да, кстати, эту книжку, естественно, можно подписаться не только самому, но и подарить подписку кому угодно, особенно вашим друзьям, знакомым и вообще всем клевым дизайнерам. Юрий Токарский. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Наконец-то решился задать вопрос, который мучает меня несколько месяцев. Следуя правилу 20 на 80, можно предположить, что дизайнер изучает те 80% знаний, которые ведут только к 20% результата. Я же хочу научиться тем 20% знаний дизайна, которые улучшат мою работу как веб-разработчика. Переговоры, анализ, управление проектом общие для обеих профессий. Это надо развивать любому специалисту из мира услуг. Какие самые важные ступени надо пройти, чтобы стать лучше как дизайнер, будучи разработчиком? Юрий, я немножко запутался в процентах и соотношениях, но как я недавно отвечал одному из зрителей на похожий вопрос. Стоит ли дизайнеру изучать HTML? У меня есть представление о том, что если мы с вами занимаемся цифровыми продуктами с разных сторон, то у нас должна быть общая база. Так или иначе, дизайнер должен иметь представление о HTML, о том, как устроен веб с точки зрения, как клиент взаимодействует с сервером хотя бы на базовом уровне. Естественно, само собой в дизайне, редактории, управлении проектами и всем прочим. И также точно разработчик, если он вместе с дизайнером делает сайт или какой-то другой продукт в цифровой сфере, не побоюсь этого слова, конечно же, он тоже должен так или иначе на базовом уровне понимать и в дизайне, и в типографике, и немного в редактуре, и в том, как управляются проекты, представления и базы, конечно, должны быть у всех общие. Поэтому, собственно, ровно по этой причине у всех наших школ практически на первой ступени одна и та же теоретическая программа с небольшими совершенно коррекциями. Поэтому, собственно говоря, я не до конца понял практически, в чем ваш вопрос заключается, но, собственно, если бы вы закончили первую ступень любой из наших школ, вы бы уже получили теоретические знания необходимые для того, чтобы дальше уже тренироваться в какой-то практике. Это не значит, что первой ступени хватает для того, чтобы работать, потому что знания нужно закреплять, и без практики они все лишены смысла. Но, тем не менее, смысл ровно такой, что все, что, собственно, мы чему учим, мы считаем, что это нужно всем. Александр Короза. Я был единственным дизайнером в компании, но коллеги сказали, что я не вывожу, и надо бы нанять второго. Я согласился, потому что действительно чувствую усталость, проектов много, времени мало. Я думал, что процесс найма затянется на месяц, но вот дизайнер уже нанят и подключен к проекту, а я пока не очень понимаю, как с ним лучше взаимодействовать. Понятно, что за дизайн проекта отвечаю я, поэтому я старший. Но как с этим быть? Если дизайнер сделал не так, то просить переделать или переделать самому, потому что так быстрее. Нужно ли каждое мое решение отставить в споре, или допустимо сказать, что раз я за проект отвечаю, то я принимаю решение. Как правильно учить его работать в фигме, показывать как надо, либо просто дать один из старых проектов и пусть разбирает, как там и что сделано. Можно ли вдвоем делать одно и то же, либо надо дать ему отвечать за определенную часть проекта целиком. Александр, на мой взгляд, ответ на этот вопрос зависит, во-первых, от того, как устроена культура вашей компании, а во-вторых, от ваших собственных пожеланий о том, какая должна быть ваша роль в этом всем процессе. Если особо ваша какая-то корпоративная культура не накладывает каких-то особых требований, хотя так бывает, то есть если, например, взять бюро, то у нас всегда есть четко ответственный ведущий дизайнер за проект, всегда в проекте есть арт-директор, и, соответственно, всегда есть четко и понятно, кто решает. А есть компании типа Яндекса, в которых всегда все коллективное, и пока все там 10 человек в команде не договорятся, никакое решение принято быть не может, и вот у них так. И это нормально, то есть все виды, так сказать, мироустройства допустимы и имеют право на жизнь, конечно же. Но дальше, если у вас там как-то в компании не принят какой-то особый тип этого взаимодействия, вы дальше смотрите. А вы сами-то чего хотите? Хотите ли вы развиваться в сторону, собственно, ведущего дизайнера, того человека, который работает с командой, который умеет делегировать, который, собственно, управляет какими-то процессами и отвечает действительно не только за свою работу, но и за чужую? Если вы хотите, я это с удовольствием поддерживаю и, соответственно, рекомендую в этом случае вам, собственно, самим взять на себя роль шефа, естественно, согласовав это со своими руководителями, потому что действительно так обстоит, что вы действительно шеф и вы действительно дизайнерский элит в этом проекте, и дальше, собственно говоря, берете нового подопечного под свое крыло и, собственно, соответствующим образом выстраиваете процессы. Как уж там разделять на зоны или нет, это очень сильно зависит от ситуации. Конечно же, когда человек еще себя не проявил, конечно же, отдавать ему просто целиком весь кусок на откуп, это, как правило, очень опасно, и я бы проверял это на каких-то незначительных сначала подзадачах, а там уже понятнее про человека, к чему он готов. По поводу того, что дать ему проект фигме, конечно же, дать, пусть разбирается, но, естественно, экскурсию провести тоже всегда полезно, потому что одно дело, что человек сам понял там, а другое дело, если у вас есть какая-то система, которая не очевидна из проекта. Анна Кот. После нескольких лет работы дизайнером ушла в преподавание. Область, смежная между дизайном и моим околонаучным хобби. Сейчас чувствую, что перестала расти профессионально, и надо либо возвращаться в дизайн, либо податься в науку. Хочется делать что-то хорошее и нужное, но в 35 лет кажется, будто поезд ушел. Кругом сплошь крутые 25-летние арт-директора и кандидаты наук. А у меня практически навыки за годы теоретизирования потеряны, и академических достижений нет. Как перестать бояться начинать сначала? Как суметь честно ответить себе на вопрос, хочешь ли ты на самом деле посвятить себя сфере А, а не просто сбегаешь от нее, от проблем в сфере Б? Есть ли в бюро сотрудники с опытом сочетания или чередование науки с дизайном, программированием, редактурой и т.д.? Анна, кажется, у нас в бюро нет никого, связанного с наукой, но в остальном, конечно же, очень многие ребята совмещают разные сферы. Тот же Бирман занимается не только дизайном, но еще программирует с большим удовольствием свой проект Игеи. Максим Ильяхов с удовольствием редактирует, но параллельно он еще занимается видеопродакшном собственных же всяких курсов. Привет, меня зовут Максим Ильяхов, и сейчас я покажу вам, как пользоваться сервисом Главред. И занимается музыкой. И тоже совмещает кучу каких-то ролей. Так что в этом смысле совмещения никаких проблем нет, и вообще нужно постараться за свою жизнь прожить несколько жизней. Чем больше, тем лучше. Это факт. По поводу 25-летних арт-директоров, это, конечно, полная ерунда. Я не верю, что в 25 лет можно быть крутым арт-директором. Потому что я очень хорошо себя помню в 25 лет. В 25 лет я только стал дизайнером. А для того, чтобы хоть как-то поверить в себя... Да, при этом арт-директором я реально стал через пару лет работы в студии, но тем не менее я был хреновым арт-директором. И даже когда я открыл бюро, и я долгое время не назывался бард-директором, я просто писался через запятую, собственно, среди других дизайнеров. И вы можете сами это проверить, просто залезть в портфолио, отмотать в самый низ и посмотреть первые работы. Так и было. И более-менее уверенно я себя почувствовал только через несколько лет работы в бюро с дизайнерами, когда я более-менее научился решать задачи не ниже посидением в фотошопе за других, а в голове и транслировать им, собственно, решения на словах. И вот. Собственно, это прошло несколько лет. И это было уже мне как бы за 30. Поэтому в этом смысле у вас совершенно все впереди, если вы хотите этим заниматься. И по поводу того, что там поезд ушел, ерунда, сделайте домашнюю работу. Ну вот, недавно я выпустил там свой клип. Вот, но перед этим, для того, чтобы это случилось, я сначала два года занимался, во-первых, с преподавателями и продолжаю заниматься в тайне и в секрете от всех. Изучал всякое микширование сведения и всем этим делом занимался. Так что никто не мешает вам точно так же, продолжая заниматься в основное время основной работой, поднакачиваться и раскачивать, и делать какие-то проекты. Собственно, прежде чем выпустить эту свою первую песню, я попытался записать там три разных, да, еще других, да, и прежде чем, как бы, это стало каким-то достаточно качественным, для того, чтобы я решился это выпустить. Поэтому здесь никаких нету ограничений, все зависит только от вас. Валерий Сайфулин. Артем, привет. Привет, Валерий. Почему в списке советов на сайте, на сайте, на сайте бюро вы подгружаете сразу все советы, начиная с 2007 года? Получается огромная страница, которая на старых компьютерах прям реально лагает, хоть это и простой HTML. Я понимаю, что через Ябл.ф удобно искать сразу по всем советам, но неужели это удобство важнее нормального браузинга? Валерий, нет, не важнее. Вы наблюдаете страницу, которая сделана в 2007 году нашим любимым техническим директором Максимом Поповым, когда советы выходили два раза в неделю, и когда лента без листалки представлялась с наилучшим решением. Поэтому, если вы хотите, чтобы главная страница совета, скорее преобразилась, пожалуйста, поставьте этот ролик на паузу и напишите в комментарии. Миша Нозик, нарисуй скорее нам, пожалуйста, новую главную страницу советов. А приз за самый интересный вопрос я хочу вручить Юрию Токарскому за вопрос про базовые знания о дизайне, которых хотел бы получить разработчик. Собственно, хочу подарить полгода подписки на учебники-бюро, посвященные всяким типографикам, интерфейсам и всему такому полезному. Да, чтобы получить свой приз, пожалуйста, напишите по адресу на экране или в описании к этому ролику. Ни одного работодателя не интересуют ваши корочки. Клиенту совершенно наплевает на то, что вам удобно или что вам неудобно. То есть, если я ставлю задачу, мне кивнули, я не поверю. Мне ничего не нужно. Я там что-то хочу. А психотерапией пусть занимаются психотерапевты. Я в этом отношении полнейший лох. С вами рубрика «АГ советуют песню». И сегодня у нас песня «Sounds of Silence». Звуки тишины. Это, как и всем известная, самая печальная песня из интернета. Песня Саймона Игоря Фанкеля. Вот. Что я хочу про него сказать. Во-первых, как всегда, в песнях важна версия. Они ее выпустили два раза в разных альбомах. Один раз в 60-х. Другой раз они ее выпустили в 70-х. Слушать надо обязательно версию, ту, которая в 60-х. Там есть всего лишь одна гитарка и два голоса. Версия, которая типа полуроковая в 70-х, она фиговая. Потому что в ней голоса Саймона Игоря Фанкеля слиты вместе в центре. Дальше какой-то странный очень микс с барабанчиками сбоку. С гитаркой с другой стороны. В общем, полная фигня. И не настолько торкает. А вот эта вот первая песня, которая в 60-х, это, собственно, ровно та, которую мы с вами слушаем. Которая максимально печальная. Максимально эмоциональная. И классная. Вот. Но это не все. Я хочу еще вам посоветовать кавер этой песни. Группы Disturbed. И эта песня мало того, что обладает всеми достоинствами оригинала. Она еще спета чуваком с очень мощным и крутым голосом. И, собственно, эту версию именно ради этого голоса и стоит слушать. Вообще, очень крутая. Я уверен, что вам наверняка понравится. Даже если вы не слушаете тяжелую музыку. Потому что этот кавер не особо и тяжелый. Спасибо.